Беларусь решительно и последовательно поддерживает предложение ШОС в части расширения использования национальных валют в торговле и финансах. Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну известную нам валюту. Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности, тем более, что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие. 8. Решение о создании Банка развития и Фонда развития ШОС позволит всем сторонам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечит суверенное и стабильное экономическое развитие своих государств без оглядки на западные державы. 8. Восьмое, но, возможно, наиболее актуальное на сегодняшний день – Афганистан. Это государство имеет статус наблюдателя в ШОС. Практически все государства Центральной Азии, также Россия, Китай, Пакистан, Индия являются членами ШОС. Таких уникальных площадок для обсуждения решения данной проблемы больше нет, возможно, и не надо. Все мы уважаем суверенитет, независимость, территориальную целостность этого государства. Придерживаемся принципов международного права о невмешательстве во внутренние дела. Этот тезис звучал во всех выступлениях ораторов нынешнего саммита. Все мы заинтересованы в том, чтобы страна стабилизировалась и не генерировала проблем соседям. Более того, вовлечение Афганистана в развитие региональной, транспортной, логистической, энергетической инфраструктуры критически важно для повышения уровня сопряженности Центральной и Южной Азии, а также экономического пространства Шанхайской Организации Сотрудничества в целом. Скоординированная позиция могла бы также создать предпосылки для того, чтобы организация выступила системным интегратором работы других международных игроков. Это могут быть специализированные агентства ООН, глобальные экономические и финансовые институты и даже отдельные представители частного сектора и гражданского общества, заинтересованные в работе по конкретным проектам внутри Афганистана и вокруг него. Наша страна готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры, обеспечении продовольственных поставок. В последнее время, уважаемые коллеги, все чаще звучат разные точки зрения и позиции по Афганистану. Суммируя все, что сказано, мой опыт работы президентом позволяет сделать один вывод. Все проблемы, которые сегодня существуют в Афганистане, решать афганскому народу. Только афганский народ может решить все проблемы, которые созданы и создаются на этой территории. Но есть интерес и соседей в стабильной стране, в стабильном Афганистане. Ну так соседям надо подключиться к решению этих проблем. История нас учит чему? Два крупнейших, мощнейших государства, Советский Союз и ныне Америка, 30 лет пытались отчасти силой решить проблемы в Афганистане. И что получилось? Вы это знаете по последним событиям. Поэтому проблему надо решать добром. К афганскому государству и афганскому народу надо относиться как к равному. Надо помочь Афганистану. Только на этом пути можно безболезненно решить проблемы. Но все мы должны понимать, что мгновенно решить эти проблемы не получится. Надо идти спокойно, терпеливо, предлагая те или иные пути помощи Афганистану. Не следует свои ценности им навязывать. Они выберут свое будущее сами. Об этом учит нас и история, современная история развития региона Центральной Южной Азии, в том числе Афганистана. Еще раз подчеркиваю, афганцы выберут свое будущее сами. Нам надо им помочь. Однако успешно реализовать эти преимущества можно только совместными, согласованными усилиями, объединением наших потенциалов на благо народов. Хотел бы остановиться на ряде ключевых тем, требующих тесного взаимодействия в рамках организации. Первое. ШОС – одна из самых крупных в мире региональных организаций. Этот статус дает все ресурсы и возможности, чтобы не играть по правилам, которые диктуют внешние силы. Тем более, что губительные итоги такого навязывания сегодня очевидны для всех. Мы видим, с каким мощным внешним давлением сталкиваются государства-участники организаций. В наших силах обеспечить мир на родной земле, отстоять многополярное справедливое мироустройство ради будущего человечества, где будут учитываться интересы каждого. Для достижения данных целей необходимо ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий. Убежден, что ШОС также может принимать более активное участие в урегулировании региональных противоречий и конфликтов в регионах Центральной, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, да и планеты в целом. Второе. Не ослабевает угроза распространения COVID-19. Мы полностью поддерживаем позицию Китая о недопустимости превращения этой общечеловеческой проблемы в политический инструмент. Несмотря на то, что на деле правительство России и Китая предоставили многим гуманитарную помощь в виде вакцин, технологий их производства и средств индивидуальной защиты, наши оппоненты все больше манипулируют данной темой по основаниям далеким от борьбы за здоровье населения. Поэтому нам как никогда необходимо сплотиться и вместе работать над созданием альянса в области здравоохранения. Нужно активизировать сотрудничество в сфере производства не только вакцин, но и лекарств. И лекарств не только для лечения от COVID. Благодаря конструктивному сотрудничеству с партнерами, прежде всего с Россией, Беларусь наладила у себя производство вакцины и с 15 июля текущего года предоставляет возможность иностранным гражданам без визы посетить нашу страну для вакцинации от COVID-19. Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому. Продолжение следует... Продолжение следует...